Всем привет! Я тут разобрал электростартер для мотокосы Я уже про него снимал видео но тут пришлось разобрать так как он плохо заводился поломка оказалась вообще ерундовая ну совершенно ерундовая вот я потом покажу вот, даже не поломка ее можно было исправить, совершенно ничего не разбираю но надо было заглянуть может кому-то заодно это покажет если у кого-то начнет глючить ну вот, я хочу да, в результате там я еще два проводка оборвал, их пришлось припаять вот, но значит пришлось сделать немножко разборочку, так вот я сейчас его отдельно покажу устройство, вот действительно хорошая эта штука, не хорошая вот, интересно будет посмотреть подробнее его внутри так, перед нами эта штуковина, мне было интересно ее разобрать, мне вообще все интересно разбирать, но как-то с детства в детстве я лазил во все подряд сейчас стараюсь без потребности не лазить вот, ну тут возникла потребность как оказалось совершенно ерундовая и рассмотрим устройство так значит, что я хочу сказать ой, я молодец я уже оторвал ничего припаяю так, значит что хочу сказать очень понравилось, что здесь металлические шестерни так здесь посажено на металлические шестерни здесь запрессована вот полукруглая оська здесь шестерня идет на застопорена так, ну и шестерня, которая передает уже все движение на на сам движок так она ага, ее надо раскручивать но я не буду лезть она металлическая внутри сделана такая такая, значит выемка, которая залита пластиком так, и пластик уже переходит в дальнейшую в эту в зацепы зацепы эти целенькие ничего особо не сточилось там где-то чуть-чуть какая-то зазоринка вот значит, что хочу сказать их емкость я уже давно испытал я засекал на поле когда снимал прямую трансляцию так она выдержала более сотни стартов более сотни стартов выдержала вот я тогда делал так пройду два рядка по 100 метров и бжу-бжу-бжу-бжу-бжу 10 стартов завел выключил завел выключил потом я уже вижу поле заканчивается я уже 20 стартов вот ну и короче я закончил сотня стартов но так и так и не закончился ее заряд уже больше сотни я не сидел не проверял это уже было очень круто 43-х кубовая коса самая распространенная из двух такников вот что сказать движок весьма увесистый так например для шуруповерта такой движок тяжеленный это очень мощный шуруповерт вот здесь у меня есть шурик здесь туда послабее движочек шестерни как видите металлические основа которым она прикручена металлические так возможно это порошковый металл литой так но в любом случае это металл это не не пластмасс так а то даже в электропилах например тех же в редукторах пластмассовые пластмассовые шестерни встречаются это же электропила это какие нагрузки вот единственное что здесь немножко я увидел передавленный провод но это я ее уже разбирал собирал дважды один раз потому что нашел в чем была проблема сейчас расскажу а другой раз потому что я увидел что я оборвал проводки мне пришлось еще раз разобрать поэтому я немножко перепрессовал придется заизолировать так вот проблема какая оказалась нажимаешь на старт оно не стартует причем через раз раз стартует раз нет вот как оказалось как оказалось всего-то навсего здесь есть вот такие клеммы с этой стороны вставлена вот такая красная стуковина вот она замыкает эти клеммы не знаю для чего она придумана что так она снаружи торчит может если например возникнет какое-то замыкание и оно начнет бесконечно крутиться так то чтобы ну как его еще отключить чтобы можно было выдернуть так резко может что вот ну короче есть здесь такая штука вот эти клеммчики вставлены так вот вот эти гнезда так ответные клеммки они всего лишь расшатались так вот эти бляшечки отошли немножко вот всего-то навсего и не было хорошего контакта когда оно сконтачит было так нажимаешь-нажимаешь кнопкой ничего бахнул пару раз по корпусу о схватилось знаете но со временем эти бахкания по корпусу стали очень частыми это надоело вот я разобрал всего-то навсего эти клеммы оказывается плохо прилегали то есть можно было отсюда просто либо долезть и эти клеммки там прижать вот так чем-то тонким долезть посветить вот либо здесь добавить какую-то еще бляшку дополнительную надеть на одну и вторую клемму и надеть ну чтобы они толще стали и засунуть его силой и всего-то навсего потом я оборвал вот эти два проводка идущие от батарейки из платы вырвались пришлось их допаять и перепаять потому что они-то были вспаяны и вставлялись вместе этим блоком а я чтобы найти проблему это дело по чуть-чуть по чуть-чуть задирал вот и как оказалось всего-то навсего клеммочки вот так вот вам скажу да если такой возникнет нормальный этот стартер он очень хороший так если его не разбирать и не раздергивать это само собой вот видите он сейчас контакт оторвал ничего вот стартер вполне себе нормальный это не пластмасска и очень-очень емкий емкость я уже засек сколько я его надергал но 100 стартов это очень круто то есть если такое возникнет достаточно вытащить вот эту красную клемму вот добавить какую-то бляшку чтобы она стала толще вот и засунуть и все и все будет окей так вот она газует да и вообще здесь так все внутри так значит здесь где движочек может прилегать к этой штуке значит проклеена вот такая вот кружок один был кружок упал вниз я его уже выдернул сейчас его вену подпавлю то есть ну везде заизолировано где надо залито залито хорошо клеем так где ну пайка хорошая проводки достаточно толстые так здесь где надо залито вот термопаста ну короче короче весьма весьма все такое хорошее продуманное я не могу ничего сказать о том какая плата да продуманная ли это плата или не продуманная вот этого я уже сказать не могу вот мы сейчас посмотрим ее соберем обратно так значит сейчас я здесь произоленту немножко мотну но вроде там никакому металлу не прикасается но все же вот возьмем эту штучку приклеим ее здесь где она должна быть здесь заизолирую припаяю эту штуку не буду я уже процесс пайки показывать я уже не раз показывал как паять эти аккумуляторы да и аккумуляторы весьма те здесь этот я выдергивал элемент так то он приклеен и сидит очень плотно но я его вынимал прос 18650p1 я не знаю что вот это по обозначениям значит но что тяговый то тяговый очень тяговый и очень такой емкий так потому что более сотни стартов зная китайскую технику так это китайский стартер от косы который идет в сборе с косой но он и отдельно продается и так как посмотрели люди на цены ну бляха что-то дороговатый да можно целый шуруповерт или даже мини пилочку сейчас купить за цену этого стартера но как посмотришь на его металл как посмотришь на его емкость и понимаешь что да да все нормально оно должно такое быть реально вещь хорошая так сейчас я его чуть-чуть доделаю то что я сказал сейчас я еще промажу эти шестерни что я хотел они такие вроде влажноваты немножко но я бы хотел им там прям заливать заливать смазкой чтобы она разбрызгивалась при кручении по движку нельзя но густой литовым я хоть чуть-чуть хочу улазнить так-то конечно нельзя чтобы смазка которая на высоких оборотах начнет брызгать может полететь в электронику но чуточку я бы все-таки капнул что-то у меня душа болит когда я вижу что совсем без смазки вот так ладненько сейчас доделаю то что я скажу чуть-чуть покажу как собирается если вдруг кому-то собирать придется хотя вот при такой поломке как оказалось и не надо было его разбирать и посмотрим в сборе так отклеил подпаял я все что надо сейчас мы его соберем так как он должен быть вот так оно вставляется здесь есть два гнезда так под под эти нужные шестерни вроде бы 5 шестерни шестерни все и все и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...